11 ноября в Хабаровске стартует первый международный музыкальный фестиваль «Танго-фест». Это настоящее погружение в мир аргентинского танго длиною более чем в месяц. Фестиваль продлится до 15 декабря. «Танго-фест» — это вечерние концерты танго, мастер-классы и непременно мелонги — особые танцевальные вечера, где каждый может насладиться музыкой, неформальным общением, научиться танцевать танго и приобщиться к культуре Аргентины. «Мелонга» доступна абсолютно всем желающим. Вам помогут подготовиться к ней на открытых мастер-классах танго от Центра культуры Аргентины. В рамках фестиваля в Хабаровске пройдет шесть концертов с участием танго-оркестра, Дальневосточного академического симфонического оркестра танцоров из Аргентины, а также специальные гости из Поднебесной. Откроется фестиваль уже в это воскресенье, программы «Пьет Соло навсегда». Все подробности узнаем у артистического директора фестиваля Александра Веретенникова. Доброе утро! Александр, доброе утро! Доброе утро! А почему именно аргентинская танго и почему протяженность такая в фестивале? То есть достаточно много, больше месяца. Ну, вообще, приоритетная задача филармонии и моей лично, как профессионального музыканта, является удовлетворение хабаровских слушателей хорошей профессиональной музыкой. И сегодня в Хабаровск приезжают с выступлениями лучшие оркестры, ансамбли, лучшие солисты выступают с нашим симфоническим оркестром. И в этом смысле Хабаровск практически не уступает столице. В каждом крупном городе мира есть свои танго-оркестры, свои танго-фестивали. Танго — это социальный жанр, очень модный и востребованный. Поэтому нам захотелось, чтобы и в Хабаровске был свой танго-оркестр, свой танго-фестиваль. А по поводу месяца, ну, фестиваль переводится как «праздник», и нам захотелось продлить этот праздник как можно дольше. Поэтому каждую неделю будут проходить по одному-два мероприятия в течение всего месяца. Так вот, о самих мероприятиях. Давайте потихонечку пройдемся по самому фестивалю. Какими событиями, мероприятиями он будет наполнен? Пройдут четыре больших концерта в Большом зале филармонии. Это открытие фестиваля «Пьет Соло навсегда», концертное исполнение оперы танго «Мария с Буэнос-Айреса», концерт под названием «Огни Буэнос-Айреса» и закрытие фестиваля с симфоническим оркестром. В более камерной атмосфере пройдут мелонги с танго-оркестром. Как вы уже сказали, мелонга — это танцевальные танго-вечера, где каждый может потанцевать, насладиться общением, живой музыкой от танго-оркестра. И открытые бесплатные мастер-классы предлагают наши друзья. Клуб Татьяны Мироновой абсолютно бесплатно. Любой может научиться танцевать танго. У меня насколько длительны будут эти мастер-классы. Мне кажется, что танго научиться танцевать — это продолжительное время. Ну, все зависит от того, насколько вы хотите научиться. Но Татьяна Миронова считает, что после первого урока можно как-то уже танцевать танго. А вот какие бы события в рамках фестиваля вы бы особенно выделили? Ну, я бы, предположим, особое внимание бы порекомендовал обратить на концертное исполнение оперы-танго Марии из Буэнос-Айреса. Это единственное в мире оперы... Это же уникальное какое-то событие, да? Да, это единственное танго-опера Астера Пьетцоллы. В опере 16 музыкальных номеров. На фоне замечательнейшей музыки Пьетцоллы проходит сюжетная линия и сюрреалистический текст, который написал друг Астера Арасия Ферер. Несмотря на то, что этот текст очень сложно воспринимать, но какие-то отдельные фразы, отдельные словосочетания на фоне этой музыки просто рождают какие-то колоссальные эффекты. И еще одно мероприятие — это концерт «Огни Буэнос-Айреса». Это особая гордость. К нам приезжает лучшая исполнительница на банданьоне из Китая — дан-дан. Банданьон — это главный инструмент танго, и мы очень рады, что в нашем фестивале он будет представлен. Это такая небольшая гармония, как, да? Да, совершенно верно, да. И она исполнит с нашим танго-оркестром золотую музыку золотого периода танго. А вот как попасть на этот фестиваль, как в нем поучаствовать? Можно ли приобрести билеты? Билеты продаются на весь фестиваль или на какие-то отдельные мероприятия? Билеты продаются и на весь фестиваль, и на отдельные мероприятия. Как всегда, на Милонге, на концерты можно приобрести билеты в кассах, на сайте филармонии. Я думаю, достаточно в интернете забить в поисковике наш фестиваль, и будет видна вся информация. Ну, а на открытые мастер-классы, они бесплатные, но мы предлагаем предварительно записаться. Тоже всю информацию можно найти в социальных сетях, как это сделать. То есть билеты на данный момент еще есть? Еще есть, но я рекомендую поторопиться на открытие и на Милонге, потому что билетов практически уже нет. А вот название фестиваля. Есть цифра один, первый. То есть подразумеваем, что будем второй, третий, четвертый и так далее. Ну, как я сказал, танго — это жанр социальный, он предполагает прямое общение. Есть задумки на следующий фестиваль, но как он пройдет и когда он пройдет, это зависит от нас всех, от отдачи от первого фестиваля, от комментариев, пожеланий слушателей, зрителей, танцовщиков. Не стесняйтесь, подписывайтесь в социальные сети филармонии, комментируйте хорошо, плохо, можете написать мне лично, инкогнито. Ведь как раз это тот момент, когда фестиваль этот не филармонический, он не мой, он наш всех. Потому что главная задача — это общение. И вообще главная задача танго — это общение. Поэтому давайте общаться. Сегодня проходит в социальных сетях филармонии танго-марафон, где главный приз — это билет на все мероприятия фестиваля. Поэтому это отличная возможность начать общение. А что сделать танго-марафон? Все условия в социальных сетях, они очень демократичные. Александр, а вот что делать, вот это у меня личный вопрос, любопытным интровертом? Вот я вроде как бы танцевать не хочу, но на мелонг, вот посмотреть, жуть как любопытно можно, прийти в уголке посидеть, просто посмотреть. Конечно, мелонга предполагает, конечно, есть свои истории, и основной смысл — это танцевать. Я тоже не танцую. Я был на несколько мелонгах, и это удивительно просто по красоте, что все танцуют, это очень динамично. К тому же я сказал, что мелонга — это не только танцы, это уникальная возможность пообщаться, открытое общение, послушать живую танго-музыку. Поэтому, конечно же, приходите. Спасибо большое вам, Александр. Стоит еще раз напомнить, что 11 ноября в Хабаровске стартует первый международный музыкальный фестиваль «Тангофест». А у нас в гостях был Александр Беретенников, артистический директор первого международного музыкального фестиваля «Тангофест».